Всем привет! У нас сегодня опять познавательно-развлекательное видео. Дело в том, что буквально недавно в одном споре я опять бросал ссылку на видео сравнения Симинтека и Симулинка, и оказалось, что ему уже 6 лет. И было бы неплохо сравнить современное состояние дел, последний Симулинк и последний Симинтек. Тем более, вот у меня такая интересная задача. Вот у нас есть гитхаб, и здесь есть моделирование и симуляция. Modeling and Simulation Assignment, Autonomous Venture Dynamics and Control, Cranefine University. Самое главное, у нас здесь есть модели, написанные на матлабе. Хан Ли, Корейский Альвенцинт институт науки и технологии. Так, симуляция трансзвуковой ракеты. Авиационное средство поражения по-русски. Давайте посмотрим, как это выглядит в матлабе. Вот у нас сгруженная с гитхаба эта модель. Вот так она выглядит у нас в Симулинке. Здесь у нас есть какие-то автопилот, здесь есть модель органов управления и модель ракеты. Соответственно, во время расчета мы рассчитаем поведение этой ракеты в течение 25 минут. Вот какой-то результат уже у меня посчитан. Я включил профилировщик для того, чтобы посмотреть, сколько времени считает данная модель. Давайте запустим ее на расчет в профиляры. Здесь чем удобно, что здесь показывает время, затраченное на расчет. Вот здесь. Сейчас идет компилирование. Вот она скомпилирована. Сейчас у нее будет расчет. И сейчас у нас обновится время. Ну вот 8,7 секунд прошел полный расчет. Мы получили вот этот график. Это какие-то углы. Давайте еще раз. И вот оно идет построение этих траекторий. Построение этих расчетных параметров. Время у нас 8,4 секунды. Что у нас с настройками? Настройки у нас следующие. А у нас метод орангикурта. Фиксированный шаг. StepSized. StepSized у нас с вами. Давайте посмотрим. Он прописан у нас в рабочем пространстве MATLAB. MissedData. И вот здесь у нас где-то должен быть. StepSized. Вот у нас StepSized. Одна тысячная. Еще что хочется показать здесь. Что в настройках мы показываем моделирование в ускоренном режиме. Потому что если в нормальном режиме, то здесь время будет чуть-чуть побольше. Давайте проверим. Рассчитываем в профилер в нераскрученном режиме. Ну видно, что здесь строить стало значительно медленнее после того, когда мы сделали не ускоренный режим. Здесь у нас в нормальном режиме расчет. Вот. Что-то там как-то он совсем затянулся. Давай два. Лети, лети. Ракета. Здесь у нас пропиллер. 23 секунды всю эту штуку считает. Поэтому возвращаемся сюда. И ставим акселератор. Давайте посмотрим, что происходит с нагрузкой на процессор, на диспетчеры задачи. Ну, во-первых, у меня уже семинтек уже висит. Он занимает 127 мегабайт. Матлаб с симулинком занимает 3 гигабайта. Как говорит, почувствуйте разницу. Почувствуйте разницу. Производительность. Вот сейчас у нас все как бы выключено. Давайте запустим в профилере на расчет. Посмотрим на процессоры, что у нас здесь произошло. Скорее всего, вот этот процессор. И мы видим, что в принципе матлаб там идет инициализация. Рунинг расчет. Расчет. В этом процессоре идет, что-то происходит. Но при этом мы видим, что у нас не... Ага, вот оно. По сути по звуку просчиталось. Загрузки полной нет у процессора. Вот у нас 12 секунд. И полной загрузки процессора я не видел. Ну, давайте же теперь наконец-таки перейдем к Симинтеку. Мы в Симинтеке собрали точно такую же модель. Я тот же самый график узел. Вот. Без всякого ускорения просто нажимаем на расчет. Конечное время достигнуто. Настройки. 25. Метод Рунге Курта. Классический шаг. Одна тысячная. Еще раз на расчет. Вот. Мы видим ровно тот же самый график. Тот же самый процесс, та же самая модель. Мы ее аккуратненько пересобрали. Вот. Что у нас с расчетами. Расчет. Отладочная информация. И мы видим 2 секунды. 2 секунды. Симинтеки. И 12 секунд. Симулинки. Что с загрузкой у нас процессора. Давайте посмотрим. Интересно же как Симинтек загружает процессор. Стартует. И вот он, видим этот пик. У нас производительность растет по максимуму. Мы загружаем целиком процессор. И укладываемся в сервис расчет отладочной децентуратора в 2 секунды. Таким образом, мы на задаче, которая является родной для матлаба Симулинка, расчет уравнений движения ракеты. Задача, которая сделана у них, мы получили ускорение в 3 раза на одних и тех же методах. То есть, по сути дела, используя Симинтек, вы в 3 раза быстрее получите одни и те же результаты, как и используя матлаб при выполнении расчетов. Давайте еще немножко сделаем еще интереснее задачу. Попробуем удвоить 2 запустить ракеты. Переходим в матлаб Симулинк. Переходим наверх. Выбираем эти ракеты. Копируем. Вставляем их вот сюда. И говорим, у нас будут сейчас летать 2 ракеты. Запускаем в профайле и смотрим. Кстати, можно посмотреть на загрузку процессора. Вот она. У этого процессора идет загрузка. Идет расчет. Расчет. Вот он. Пошел только расчет. Идет расчет. 22, 25. Ну, 21 секунда. То есть, 2 модели считаются в 2 раза медленнее, чем 1. А что у нас будет, если мы в Симинтеке запустим те же самые 2 модели? Единственное, что запускать мы будем не так, потому что здесь тоже, скорее всего, удвоится. А запускать будем немножко хитрее. Мы закроем этот проект. Да. И откроем вот такой вот хитрый пакет. Double Test. Что это такое? В этом проекте мы загрузили два одинаковых проекта. Вот он один. Вот он второй. В пакет. И сказали, считайте-ка их вместе. Ну, результат у нас практически не изменился. А давайте посмотрим, что изменилось со скоростью расчета. Расчет. Отладочная информация. И мы видим те же самые 2 секунды. С чем это связано? С тем, что если мы сейчас посмотрим на загрузку процессора. Запустить пакет на расчет. И мы видим, что у нас на двух процессорах появляются два пика. Удаляем эту ракету. Вторую. Нам достаточно одной. Запускаем на расчет. Ну, давай. Давай, родимый. Давай же. Мы в тебя верим. Все. До. 11. Сементек. Напомним. В этом случае. Для одной расчета. Одной схемы. Все. Мы посчитали. Мы получили расчет. Две секунды. Две секунды. Две секунды. Две секунды. Как часы. То есть, по сути дела, мы сейчас на последней версии семинтека и сравнивая последней версии матлаба на одних и тех же настройках решательно решая одну и ту же задачу одними и те же самыми методами получаем от пяти до шести кратное превосходство скорости семинтека то есть семинтек при тех же площадь равных условиях пять раз быстрее чем simulink